Это тот образец, который мы первый произвели и на котором мы произвели испытания. Вот вы видите, что все массовые боеприпасы здесь видно. Вот это вот из пулемета стреляно, вот это вот бронебойная пуля 5-45, ну и так далее. Все, что необходимо для четвертого класса, было по этой плите отстреляно. И мы убедились, что это можно производить. Другая армія Украины, наши волонтеры, начали борьбу с российским агрессором фактически с первого дня повномасштабного вторгнення окупанцев. У властных майстернях, на приватных предприятиях, волонтеры начали выготовлять элементы бронезахисту для наших героев. У нас есть методика, как выготовить качественные бронежилеты. Мы уже отправили плиты на сертификацию, отправили еще полный бронежилет на сертификацию, чтобы показать, что это жилет належной качественности. Виготовление качественного бронежилета – процесс технологично складный. Но школы и наши волонтеры боялись трудностей. Тут есть как самая тканевая часть, которая должна быть належной качественности, належной фурнитури. То есть, например, используется кордура плотностью 1000. Можем быть система МОЛЕ, которая позволяет навешать сюда разные кишеники для магазинов, для гранат, для аптечки, все, что требовало у бейца. Фактично, это основа для разбрузки. Має бути эвакуаційная стропа, за которую можно вытягнуть бейца, если он поранен. Можем быть система, которая позволяет подложить бронежилет под размером конкретною человека. Бронежилетами, которые волонтеры передали ранее, військовослужбовцы остались задоволенными и замовили еще. Втім, есть одна проблема, которую мы можем решить вместе с усилями, доказали волонтеры. Декілька первых групп, сегодня это будет передано территориальной обороной СССР и ВССР. И одна, и другая группа уже брали у нас самі плиты, остались очень доволены якостью самих плит, поэтому готовы брать в необмеженой к количестве. Мы, на жаль, обмежены к количеством металов, который сейчас есть в Украине. Достать метал належной якости очень сложно, и его нужно сейчас везти из-за кордона. А для этого требуют большие деньги. Відтепер близко 50 наших защитников надежнейше захищены от ворожих куль. В имени бригади хочу подякувати волонтерам за таку міцную поддержку. Дякую всім волонтерам за их помощь, за их труд, за их працю, за все, что они делают для защиту нашей Украины. Продолжение следует...